Без конкретных реформ в экономике, производительность которой снижается, без решения демографической проблемы при чрезмерной зависимости от денежных переводов, Молдова не достигнет стандартов ЕС даже к 2070 году. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка в своем отчете о перспективах экономического развития нашей страны на фоне обязательства о переходе на стандарты ЕС, до которых, по всей видимости, и это прекрасно понимают эксперты Всемирного банка, Молдове еще очень далеко. Специалисты Всемирного банка в отчете достижения уровня жизни Евросоюза в течение одного поколения отмечают, что при нынешнем развитии, а вернее, наоборот, недоразвитии секторов экономики, Молдове необходимы кардинальные реформы. Казалось, мы только и делаем, что реформируемся, но во Всемирном банке считают, что республике нужен срочный переход к принципиально новой модели роста. Жить за счет денежных переводов и таким образом поддерживать покупательскую способность населения дальше уже нельзя. Такая модель не принесла реальному сектору экономики никакого роста. Теперь, считают эксперты Всемирного банка Молдова, в срочном порядке должна повысить производительность, ускорить государственные инвестиции, повысить конкурентноспособность экономики, сосредоточиться на создании новых рабочих мест, реформировать государственные институты. Весь этот перечень рекомендаций к правительству ПАС звучит как набат. Ведь все последние четыре года именно во всех этих вопросах нынешний правящий режим демонстрировал просто чудеса непрофессионализма, что привело не то что к росту, а деградации практически во всех секторах национальной экономики. О каком росте объема госинвестиций может идти речь, если из Молдовы буквально бежит иностранный капитал, сокращается экспорт по всем направлениям и не видно никакой перспективы развития. Средняя производительность молдавских рабочих составляет лишь 75% от среднего уровня производительности их коллег в Северной Македонии, 40% от их коллег в Румынии и 20% от их коллег в Словении. Стагнация роста производительности в частном секторе во многом была вызвана неэффективностью рынка и медленными структурными преобразованиями. Самая низкая производительность труда, по мнению экспертов Всемирного банка, в перерабатывающей промышленности и сфере услуг, что тормозит в том числе переход на стандарты Европейского Союза. Но это еще полбеды. Большую проблему представляет собой отток населения за границу и его старение. Из-за этого, по прогнозам Всемирного банка, экономический рост будет замедляться в последующие годы. В среднем он составит до 3,9%, в 2023-2040 годах, к 2050 году до 3% и к 2070 до 2,3%. Таким образом, Молдова до 2070 года не достигнет среднего уровня ВВП на душу населения, как в странах Евросоюза. Для сравнения, по данным Евростата, в 2024 году номинальный ВВП на душу населения в странах Европейского Союза составляет 42 440 долларов. В Молдове этот показатель на уровне 17 900 долларов на одного жителя. Чтобы в корне изменить ситуацию, эксперты Всемирного банка советуют правительству ПАС, помимо реформ в госсекторе, принять меры по повышению производительности и конкурентноспособности частного сектора, что, по их мнению, в перспективе затормозит галлопирующую миграцию населения за границу. При этом Всемирный банк предупреждает, что после 2040 года в Молдове по объективным причинам будет наблюдаться резкое снижение экономического роста, менее 3% из-за сокращения доли трудоспособного населения, и к этим шокам следует готовиться уже сейчас. Напомним, ранее свои прогнозы экономического развития для Молдовы снизили и Европейский банк реконструкции, и Международный валютный фонд. Как неоднократно подчеркивали ведущие молдавские экономические эксперты, для вывода экономики Молдовы из кризиса ежегодный рост ВВП должен составлять не менее 10% в течение 5-7 лет.